философию школы используют, чтобы улучшить свою жизнь, тогда карма не отрабатывается. Вся система, она устроена не так, как вы думаете. Дело в том, что есть ряд людей, которые делятся на три основных части. На самом деле, даже не на самом деле, а три основные части, я подразумеваю вот что. Первая часть – это люди, которые ни в кого не верят, считают, что жизнь – это время между прошлым и будущим, и после окончания жизни их ждет ничего. То есть они верят в то, что жизнь, она окончательная, после смерти ничего нет, и это просто биологическое существование, то, в чем мы находимся. Но дело в том, что доказательством того, что это не так, является вот что. Когда дети рождаются, то дети рождаются почему-то со своим установленным характером. Одним детям нравятся дыни, другим нет. С самого детства одни дети гладят, другие кусаются. Кто-то улыбается с самого рождения, кто-то хмурый до трех лет. Таким образом, можно сказать, ну вот наверняка, что каждый ребенок рождается с индивидуальным своим, четко уже выработанным определенным характером. Именно поэтому я могу сказать, что характер может только нарабатываться. Характер нельзя приобрести стихийно при рождении. Так как если было бы без прошлых жизней, то каждый человек бы рождался и развивал бы свой характер. У него бы развивались свои предпочтения, свое поведение. А так дети с самого рождения имеют уже свойственное поведение. Одни тихонечко лежат и кряхтят, другие кричат и добиваются, третьи отбрасывают бутылку, четвертые наоборот там сопят и прячут глазки и так далее. Одним словом, можно сказать, что с первого дня ребенок повторяет и проявляет свой индивидуальный, ярко выраженный характер. И это является одним из доказательств того, что ребенок рождается уже с характером. Где же он его взял, если бы он должен был его формировать? Ну и второе. Ну есть атеисты, это я о них говорил. Ну каждый атеист, чтобы вы знали, вот на самом деле я вам скажу такие слова. Каждый атеист, который живет на планете Земля, он все равно в душе верит в том, что Бог есть. Понимаете? Дело в том, что жить с пониманием того, что Бог есть, легче. Потому что когда ты столкнешься с тем, что некому и нечему уже тебе помогать, то в случае, если ты в Бога не веришь, то тебе будет тяжелее выкарабкиваться. А если хоть во что-то веришь, то скорее всего будет еще и шанс. Но не об этом. И второй вариант. Это люди, которые верят в то, что после смерти их ожидает либо рай, либо ад. Это ряд религий. Не будем оскорблять этих людей. Я даже не буду называть, что за религии. То есть в этих религиях считается, что человек после своей смерти попадает в определенную новую, так предполагаю, плоскость. А у других ожидают они там под землей, или их душа находится в определенном месте. Ожидают они смерти, вернее своей новой жизни. И они будут ждать того часа, когда придет тот час, о котором написано в Священном Писании. То есть это время, когда Бог спустится на землю вместе со своим Сыном Иисусом Христом. Будут вести суд над людьми и так далее. Ну или без Иисуса Христа, когда Бог просто позовет всех, и все выйдут, и будут там нести ответственность за то, что они сделали. Есть третий тип. Это люди, которые верят, согласно Будде, верят в реинкарнацию. То есть они считают, что человек умирает, и после этого считают, что человек рождается. Их реинкарнация, она имеет эволюционную систему. Поэтому эволюционная система этой реинкарнации, она связана с тем, что они считают, что человек рождается только в будущем, а если сейчас умирает, то обязательно в будущем родится. Я тот человек, который считает, что человек и человеческая природа, она устроена по принципу матрицы. Эта матрица имеет кубическую форму. И в этой кубической формуле энергетика людей, которые рождаются и умирают, вся жизнь прописана, она идеально вся выстроена. То есть она выстроена в том, что было и в том, что будет, как бы автономно находясь от человеческого рождения. Время в этот момент, мы его удаляем из этой всей матрицы. И в тот момент, когда человек получает свое тело, что объясняет то, что у него есть время, то есть он, получая время, получает свое тело, то в случае, если у него нет тела, есть только душа, то его душа может рождаться в прошлом и в будущем. Если человек на протяжении своей жизни сделал этот элемент перерождения, когда человек рождается либо в будущем, либо в прошлом, и создает процесс эволюционного составляющего, эволюции его души, в ходе которой он должен обрести лишь только одно качество. Это только одно качество, которое называется абсолютное состояние доброты. Доброта по отношению к себе, доброта по отношению к миру, доброта по отношению к земле, доброта по отношению ко всем абсолютно элементам, которые проявляются в жизни и чувствах этого человека. Если посмотреть на людей, которые жили в средневековье, то они были более злые, чем те люди, которые живут сейчас. За счет того, что жизнь будет улучшаться в будущем, люди будут еще лучше. Именно поэтому, когда человек на протяжении своей жизни создает чувства и воспитывает в себе состояние толерантности, терпимости, человеколюбия, доброты, он может родиться в будущем. В случае, если он не накапливает это, а наоборот разрушает, то есть он становится злобным, ненавидящим, вредным, убивает людей, ненавидит людей, гавкает, чвыркает и так далее, то он рождается в прошлом. Поэтому многие люди могут родиться вновь в 1950 году и вновь попасть в ГУЛАГ или родиться еще раньше, еще раньше, еще раньше. Так, вот все устроено.